очень неожиданно но вот мы едем сейчас на север калифорнии такая гора со снегом впереди нас вот слева жалко сегодня все туманно затянуто но в принципе конечно очень необычно что в одном штате может быть и пляж и вот эти горы доснеженные наша первая остановка где-то in the middle of nowhere и мы тут нашли black bear diner сейчас тут будем кушать дайнер тут по судя по всему очень популярный дайнер столько автомобилей это мы едем на пути к фресну нам еще долго ехать вот нас посадили такая дайнер с мишками такие деревянные стулья одну вот что здесь рекламирует здоровое питание американского может все наверное больше тысячи калорий будет меня удивил салат который бейкон чизбургер сэллот представляете салат один сразу 800 калорий очень милое детское меню нестандартно и блинчики чокола чип и вот такое значит что это мышка у нас такая красивая блинчик пять долларов да значит блинчики вот такие со спринклс вот значит здесь всякая лапша сыр с макаронами с фруктами софия вот возьмет грилл чиз она хочет сэндвич смотрите цены недорогие и меню вот это очень милое детское рекомендую у меня скрэмбл легг с разными овощами у софии грилл чиз сэндвич вот такой покажу лапой кусочками нарезанный купите такой сэндвич клап сэндвич клап сэндвич клап сэндвич клап и у антоша чизбургер я так понимаю порции большие такая булочка моя рука ну правда тепленькая такая как пышка очень много проехали сегодня фермерских угодий вот здесь вот быстро конечно едем но это виноградники проехали еще какие-то апельсиновые мандариновые поля значит проехали там миндаль роз миндальная фабрика была в общем такая вот середина здесь получается в калифорнии подальше от пляжа это все фермерские угодья очень много всего выращивать все что мы на рынке фермерском покупаем оказывается вот она здесь растет мы уже в долине виноградников городки энджелс кэмп и сегодня мы едем первая достопримечательность пещера реально настоящая пещера называется моунин кей вернс мы поедем к верну спасибо thank you мы поедем туда в пещеру там у нас будет спайрал тур сейчас покажемся такие красивые пейзажи у нас и тут очень много каких-то волнов красивых лесов много растительности совсем другая калифорния мне очень нравится очень хорошее качество дорог кстати здесь это называется округ халаверос вот они постарались да очень хорошие дороги сделали между маленькими городками прям замечательно вот такая красота похоже вообще-то на россии мне кажется местами так вот мы приехали в пещеру так мы все посмотрим тут так красиво тут прямо с этой стороны такие горы леса холмы фантастика и вот в ту пещеру мы каким-то образом пойдем ждем наш тур страшновато даже страшновато да только в части пещеры мы сейчас еще пойдем вниз по вот этой спиральной лестнице видите еще значит на 55 метров примерно под землю мы спустимся реально крутая пещера кстати дышится очень хорошо 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 дышится прохладно и свежее мы уже внизу спустились по вот этой лестнице спиральной лестнице сверху и мы находимся в такой нижней части пещеры очень красивые всякие форме шанс как они говорят формирование на рост никогда такого не видела интересные похожие на грибы какие-то на какие-то здесь вообще круто круто горжусь моими детками которые тоже смогли сюда дойти сейчас я иду за тобой хочу снять я так же здесь можно купить в магазине такой как мешок там землей с камешками и промыть их соответственно посмотреть что там можно найти да можно найти всякие драгоценные камешки интересные мы доехали до первой винодельни у нас по списку она называется хэтчер вайнери находится в городке в алисито написано было да что это такая кит френдли вайнере поэтому ну попробуем посмотрим как у нас детьми это все пройдет мы тут видели уже других детишек смотрите какой миленький домик все красиво так сегодня замечательный день мы на природе очень хорошо линенок прям здесь это около нашего отеля среди домиков какой красивый ушками прям трясется ты видишь бежит бежит сейчас у нас будет ужин в городочке angel's camp как будто мы в другую эпоху попали вообще такие домики это в общем городки здесь все которых была золотая лихорадка такие цены например запеченный сыр 20 долларов кальмары 18 ресторан не дешевый вот такой приличный итальянские салаты по 15 по 16 долларов 21 горячие блюда такие большие которые ну приличные для минюн 50 долларов паста вот за 25 за 28 детское меню вот можно покушать пасту за 10 долларов пасту красную за 10 и грилл сыр за 12 мы сегодня приехали к оландии историк стейк парк смотрите какие домики такое ощущение как будто мы вообще в кинофильм попали на 150 200 лет назад это должны быть такие домики и даже школа и разные здания этой эпохи золотой лихорадки все в том стиле круто вот этот домик мы посмотрели это тюрьма такая была вот такие магазинчики и все как капольская что-то смотри пока да можно найти вот такие магазины здесь в этом национальном таком парке музейном и шляпы здесь и жакеты кожаные седла что только здесь нет и шкуры очень круто вот такие здесь есть магазины очень интересные детские тоже старомодные с игрушками с очень красивыми с поездами шляпы и даже чепчики продают покажи свой чепчик который ты все подобрала софия на сразу нашла себе еще золотик придать ну вообще обалдеть как из фильма ты просто как из фильма всякие барабанчики здесь иглы вот эти индейские домики можно такой домик из дерева собрать ну в общем знают они чем детей привлечь молодцы очень интересно очень еще много dream catchers вот эти целый домик тут у кузнеца вот реально времени вот он наверное кузнец работает можно сделать подковы здесь со своим именем нам очень понравился место где вот можно так сказать почувствовать себя золотоискателем купить там какой-то землю наверное дают и ты ее тут потом промываешь ищешь золото но много желающих найти золото до сих пор как видимо мы приехали тоже в интересное местечко как вы думаете кто жил в этом домике а очень известный человек это называется марк твейн кабин в этом домике жил марк твейн какое-то время это историческая достопримечательность да тут наверное и книжки писал так это все выглядит такой памятник марк твейн вот птички поют зелень домики тут рядом люди живут и оказывается марк твейн вот тут вот писал классно сейчас мимо проезжаем городок мёрфис мы здесь были тут есть очень хорошая центральная улочка такая маленькая миленькая с винодельнями из тестин рунс вот так городочек сам маленький просто хочу немножко вам показать вот как люди живут такая официальная спокойная жизнь а мы едем вот в этот битвиз 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 парк тут еще снег лежит нифига себе мы сейчас национальном парке кала верес виктори парк и вот и неожиданный сюрприз остатки зимнего снега здесь мы на высоте находимся да в горах поэтому еще остался снег дала буля неожиданно да классный классный сюрприз сейчас мы немножко погуляем отличный день надо было конечно потеплее одеться красивые деревья высокие вот будем сейчас дышать классно вот мы находимся как бы на стволе дерева вот это вот все это как бы огромный пенек дерево на котором мы стоим она просто огромная представляете и вот какие деревья там у нас высоко классно это мощно да это очень круто так вот небольшой городочек мы нашли еще сегодня каперополис на это прям совсем такая маленькая площадь здесь несколько ресторанчиков кафе то есть сюда можно приехать просто покушать видите как мило все но вот сейчас у нас среда 7 вечера и очень спокойно прям людей считаете нет наверно здесь тусовка я думаю на выходные дни да и ближе к пятнице сейчас спокойно такие деревья красивые фиолетовые цветут обалденно это называется каперополис ой мне сегодня такие блины принесли красивые смотрите вообще они все с кремом я такого не видела никогда очень красиво там три блина таки такой образ простой местечко в городе жил к называется белочек рекрестер и вот такие красивые ведь омлет красивый моя конечно мои блины это просто бомба сегодня мы смотрим будем смотреть изучать городок сакрамен то это на самом деле столица калифорнии вот мы в него въехали сегодня конечно очень дождливый день больше делать нечего хайкинг не получится бассейне получится поэтому мы решили посмотреть этот городочек сакраменто вот такой так он выглядит сегодня тоже такие домики жилые здесь много улиц с буквами петь и говорит там допустим арт стрит кей стрит наверно какая-нибудь острит вот так вот мы дон там сакраменто здесь команда вот фотографии сакраменто кинги команда баскетбольной нб и потому что мы вот проходили мимо этого здания красиво это стадион для них играет а здесь так все красиво современно такая большая площадь центральная на сегодня дождик все люди прячутся на принципе видно здесь много спорт баров кафе разных сейчас немножко погуляем кающим современная площадь много мест где можно посидеть хорошую погоду мороженое кофе всякие бейкери вот хагендаст очень видно что тут тусоваться в хорошую погоду можно отлично вот мы подошли к этому красивому зданию это называется калифорния стоит капитан музею исторический музей штата калифорния очень красивое здание приятно окружено парком очень красивые деревья сегодня конечно холод собачий как по говорим да вот так спокойно мало людей кто хочет такую погоду погулять только мы парк красивый да сейчас мы постараемся зайти внутрь и посмотреть как там внутри красивые собачки они хорошо одеты по погоде ярко красивый чему зиме 3 мы тут уже много этажей посмотрели тоже практически верхние здесь фотографии самого же последние губернатора в калифорнии включая шварцнеггера вход в этот музей бесплатный тут можно посмотреть убранство комнат в которых раньше губернаторы калифорнии ранее работали на очень интересные комнаты очень элегантные так что принципе интересно прогуляться посмотреть как раньше это все выглядело детям интересно советую всем для посещения приятный музей красивый элегантный мало народу вот такие большие коридоры и залы холл и хорошо они жили что сказать хорошо они жили хорошо работали жизнь у них была красивая в общем я решила для себя что мне больше всего реально понравилась в Сакраменто вот эта арена да и вся территория которая рядом с ней она крутая в Сакраменто калифорния скажи мне ребята что вы любите в Сакраменто? какие ваши впечатления о том месте? ну мы любим эту арену где они играют в НБА и целая область в округе очень красивая комплексная и это было хорошо и мне понравилось что я хотел бы ходить через здание-капитальный здание это как половина музея и половина здание и это было очень круто но это город в себе нужно немного работы это не очень круто я согласен то что произошло когда мы смотрели вокруг этой городе мы, unfortunately, видим много странных людей поэтому это нужно немного работы но эта арена очень хорошо развивается в округе арена есть много ресторантов, кофе-плес, бары чистая, модернная, в хорошем форме нет много людей в этой арене очень спокойно, но я уверен, что это очень живо когда играет в игре радуга крутая, широкая, низкая это тоже очень низкая интересно, это очень низкая я думаю, что мы идем к сильной раме уезжаем с сегодняшнего курорта как Петя пошутил, он говорит, у тебя хороший тайминг вот такая сегодня погода вот людям, кто приедет сегодня им не повезло, конечно мало того, что дождь на самом деле, еще и снег там был с утра да вот так, но было классно это был у нас такой тайм шеф в этой долине виноградников так что нам понравилось сегодня у нас еда викингов потому что мы уже причалили в датский город Солванг это называется самый датский город в Америке ну, Соби там мак-н-чиз обычный а вот у меня фрикадельки викингов с картофельным пюре и с красной капустой вот тоже сосиска датская вот видите, какой-то сэндвич интересный это росби а росби сэндвич там тоже сэндвич вкусно тебе? отлично представляете, можно разве подумать, что вот мы в Америке до сих пор последний день у нас в городе Солванг это американский город в датском стиле называется столица Дании в Америке смотрите какие домики, магазинчики, бейкеры сейчас мы все снимем обалденно нам очень нравится этот городок тут реально как будто ты в Европе но такая прелесть вообще, красота три дончанина приехали много лет назад в начале 1900-х и основали этот городок вот так и он в таком виде до сих пор существует какая красота здесь да, здесь любят витрины, такие в которых что-нибудь двигается вот кролик тесто тот раскатывает, старается да мы сейчас пойдем на завтрак вот в это место Мортенсес Денис Бейкере но она вчера приглянулась вот такая красота я хотела это блять булочки ой-ой-ой-ой в общем, такую красоту мы набрали у нас тут наполеон, эклер, две булочки маленькое что-то такое здесь, по-моему, какие-то писташки смотрите на мой десерт а единственное мне не нравится, конечно, что да очень просто подают, не дают тарелку все вот на таких бумажках ну, это так и в прошлый раз было не заморачиваются, короче говоря в этом отличие Америки от Европы как соу, ребята хорошо 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 едим на бумажках короче ну, конечно, очень вкусно это все свежая выпечка, конечно very fresh вот такая красивая витрина есть в прошлый раз еще помним этих человечков это Денис называется Денис Милл Бейкере хороший очень тоже другая бейкере мы зашли тоже очень красивая конечка здесь немножко другое ассортимент много печенья с марцебаном и такие уже торты кремовые и фуасаны и опять же эти датские булочки ну и не очередь туда люди много приходят покупают покупаются тут кушают с собой берут в общем это очень очень популярно а мы в магазине ой я даже не знаю бифчурки это называется копченое мясо в общем здесь например маленькие сосисочки есть вот свинина из бафала свинина с фазаном есть даже вот свинина с аллигатором ну конечно мы с Софией не очень да с каждой бедной нам не очень мальчики хотят что-то там взять и очень много говядины с разными вкусами вот смок вот копченый вкус вот есть интересный черри мейпл это со вкусом какой-то лишний и кленового сиропа ну не знаю но очень популярный люди прям закупаются очень много берут с чем они это едят интересно с пивом наверное с чем они с чем они с чем они с чем они со воружены а я думаю вот там такой домик но не знаю пустят сюда или нет во многих написано если ниже 21 то даже нельзя туда заходить красивый садик здесь каэна вайнерис люди уже класят молодцы сегодня суббота в принципе часа четыре уже нормально приятно тут только много столиков красиво красиво внутри мы сейчас попробуем до продегустим пять вкусов вина вот так приятно можно посидеть а детям можно взять здесь а чипсы и водичку вот за 25 долларов предлагают попробовать сколько здесь 5 вин до 1 розовая потом тоже уже идет белое шардоне и 2 вина из микса винограда вот так называется винодельня каэна этого и владелец из гавайев поэтому здесь такой такой гавайский дух сегодня мы в ресторане последний завтрак называется солланг ресторан очень красивый ресторан датском стиле такое старомодное такие как красивые сиденья ждем наш завтрак сейчас нам принесли просто кофе и соки да тоже строить и сегодня будет доски завтрак очень интересно как это будет ну что сбоку последний завтрак это невозможно осилить конечно придется забирать с собой да он тоже датские кончики apple skewers такие с малиновым джемом внутри у пети датские блины с яйцами у софии скрэмбл и еще хэшбран а у меня это называется яичный завтрак яйца хэшбран котлета тост в общем поел и на целый день свободен что такую интересную машину показать в нашем отеле в суванг это называется white station это как автомат только свинцом вот так вот подходите вот можете себе маленькую порцию выбрать смотрите здесь значит тупинок риджа шардоне и пинон вар кстати сейчас написано мальбар из клоу значит откроется он вечером ну или там днем ну вот выбираете себе порцию видите разные 5 долларов 9-19 большой стакан и все пожалуйста стакан поставляйте и начинаете дринкать вот красного бутылочек все вольется красота вот можете выбрать стаканы ну бокалы вернее в первый раз сейчас мы такое видела забавно